Пресвятая Духа, дорогие отцы, братья и сестры, сегодня, воскресный праздничный день, мы слышали с вами евангельское повествование по встрече Господа нашего Иисуса Христа с богатым юношей. Молодой человек подходит к Господу и задает один из самых главных, важнейших вопросов жизни религиозного человека, верующего в Бога. Учителя благей, что мне сделать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную. Или другими словами, он спрашивает, Господи, как мне прожить эту временную, скоросечную, изменяющуюся жизнь, чтобы обрести бессмертие, чтобы быть всегда рядом с Богом? Очень интересный вопрос задает конкретно этот человек, потому что с точки зрения ветхозаветного общества считалось, что если человек будет в храм, если он молится, если он соблюдает Божьи заповеди, ведет богоугодную жизнь, то Господь все подает ему необходимое для счастливой земной жизни. И детей, и земли, и дома, и дает благословение как ветхозаветным праведникам и патриархам. И мы видим, что это был молодой человек, подошел к Господу юноша, который не болел и не страдал. И он не искал у Господа исцеления какой-то тяжкой болезни. Говорится также о том, что он был богат, и наверняка он обладал какой-то большой властью, потому что сокровище и богатство дает относительную степень свободы от каких-то земных проблем. Еще более важно говорится о том, что он был благочестивым человеком, он был верующим, и пришел Господа не искушать, как поступали книжники поисеи, но его интересовала духовная жизнь правильная, как нужна жизнь по Богу. И получается, что все у юноши было по земным меркам, но в то же время совесть ему подсказывала, что что-то ему не хватает. И он попрощается с этим вопросом ко Господу, а не хватало ему действительно Божьей благодати, прожественной силы. И Господь им отвечает и говорит, соблюди заповеди, не убивай, не прелюбодействуй, прочитай родителей, и люби ближнюю твоего, как самого себя. То есть, братья и сестры, исполнение заповеди Божьей, это и есть начало духовной жизни, это и есть залог нашей вечной жизни. И Господь обращается как раз таки к самого малого, обращается к юноше, чтобы он хотя бы исполнил заповеди. Но юноша отвечает Господу, наверное, подобно, как ответили бы и мы, если бы не обратились к Господу с этим вопросом, с юности я знаю эти заповеди, ты мне скажи, как мне стать совершенным. И тогда Господь посмотрел на этого молодого человека и говорит, ну раз так, тогда пойди продай все свое имение, деньги раздай нищим, приходи и следуй за мной, и будешь иметь сокровище на небесах. И как нам говорит Евангелие, юноша весьма воскорбил, потому что был он весьма богат. И вот удивительно, братья и сестры, Господь не осуждает этого молодого человека за его богатство, но говорит, что трудно богатому войти в Царство Небесное, потому что не богатство является препятствием Царства Небесное, потому что, если мы почитаем или вспомним историю Церкви, то мы можем найти множество святых уходников Божиих, князей, которые наследовали жизнь вечную, попали в Царство Небесное. Но Господь говорит нам о зависимости или пристрастие к земным благам, богатству. И вот одна есть интересная мысль у святителя Николая Церкви по поводу богатства. Он говорит, что Господь промыслительно создал всех людей разными. Есть у нас и богатые, и бедные люди, есть образованные, и некнижные, здоровые, и больные. И Господь промыслительно создает всех людей в разных условиях, для того, чтобы люди могли проявить, исполнить Божественную Любовь. Потому что богатство, это не есть собственность человека. Господь, как бы, дает нам взаймы, как таланты, которые мы должны использовать во славу Божию. И если богатый человек, будь то образование, мир, или материальные блага, использует не только для себя, но и для помощи ближним, тогда действительно он и успевает в Любви Божией. Но и бедность также не является залогом жизни вечной. Потому что если бедный человек с терпением переносит все скорби земные, и с благодарностью принимает и лечение, и помощь, и знания, то тоже здесь есть исполнение Божественной Любви. Поэтому будем, братья и сестры, действительно, не только помнить эти Божьи заповеди, но должны мы понимать, что заповеди Божии говорят нам о любви к ближнему. И если мы трудимся на том пути, чтобы возлюбить своего ближнего, тогда мы на самом деле учимся любить и Бога. Аминь. Спасибо, Господи, Божьи вас.